Продолжение следует... 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 Это, с одной стороны, очень быстрый рост международной торговли, но мы знаем, что цель – это организация международной торговли, международная торговля без границ, создание различных союзов, таможенных союзов и так далее. Что, конечно, не снимает ответственность с таможни за осуществление и контроль. То есть, мы помним и 11 сентября и другие не совсем хорошие события в мире. И, если честно говорить, одна задача – это борьба с терроризмом непосредственно, другое – это, ну, как сказать, не дать террористам орудий труда. И единственная организация, которая должна предотвратить поступление орудий труда для террористов – это таможня. Ну и получается, что ты должен одновременно и разрешать, и не разрешать. Вот и вся сложность таможни. На чем базируется капацитет таможни? Это, во-первых, на стратегический план и визию Всемирной таможенной организации. Это разработка таможня в 21 веке. И четыре основных принципа таможни. Или, можем сказать и по-другому, три основные функции таможни. Контролировать, способствовать торговле и, что еще? Заполнять кассу. Заполнять казну. И я так иногда шучу, может быть, не совсем прилично. Привожу, как пример, из хорошо известной работы доктора Айболит или доктора Дулитл. Там есть, например, такой зверек, который тянет толкой, который имеет две головы и одинаково быстро бежит в обе стороны. Наверное, это символ таможни, может быть. И над ним можно было поставить большую монету, там или доллар, или лат, или рубль. Вот вся суть, чем должна заниматься таможня. И внизу надпись, так, статистика. Вот и суть таможни. Если мы говорим о Всемирной таможенной организации, Я себе позволю так сказать, что фактически те вопросы, которые касаются той аудитории, которая здесь, которая связана с подготовкой, переподготовкой таможенников, можно сказать, что большой шаг был сделан вперед, начиная с 2005 года. Мне просто опять повезло то, что в Мировой организации таможни пришлось быть при создании или образовании программы Пикард. Ведь 8 лет тому назад, фактически, ну 9, мы не имели, большинство из нас не имело ни малейшего представления, что творится в мире в подготовке таможенников. Обучают ли в вузах, обучают в академиях, где, что, как, каким образом подходить к решению этих вопросов. И после определенной работы, проведенной в Брюсселе, в том числе в Риге, было совещание, где присутствовали представители девяти стран. Мы в начале 2006 года в Брюсселе состоялось совещание, на котором присутствовали и представители вузов, представители научных организаций, представители таможни. Это совещание потом было названо, фактически, как первая конференция Пикард, где договорились о том, что нужно создавать программу названия Пикард. Партнершип и Кастомс Академик Ресерч Девелопмент, то есть сотрудничество таможен и академического мира в области подготовки, переподготовки кадров и научных исследований. Кажется, что там такое особенное? Это действительно особенное в том плане, что это два мира. И не во всех странах такое положение, как, скажем, в России, в некоторых других странах, ну, бывшей социалистической системы стран. Во многих странах по-другому, и мы об этом чуть позже поговорим. Мировая организация таможни действительно в одной из первых таких, ну, центральных проблем выдвинула подготовку кадров. О чем говорит то, что в мировой организации таможни по сей день действуют фактически две программы. Одна программа это Коламбус, другая Пикард. Если программа Коламбус направлена на повышение капацитета разных таможен мира, ну, например, проводилась экспертиза состояния таможен в сто странах мира. По определенной методике полная картина, что творится везде. В то же время, значит, выявлено, что нужно изменять, как нужно развивать таможни. Как мы знаем, одно из центральных мест для того, чтобы реализовать задачи, это люди, это подготовленные кадры. И, наверное, я не ошибусь, если я скажу, что Пикард это один из основных путей, как реализовать те задачи, которые поставлены программой Коламбус. Я не буду рассказывать о содержании этих программ и документов, потому что в документах мировой организации таможни, даже хомпейдж, вы можете найти очень много информации. Фактически сегодня нет проблем в получении информации, а в том, как ее переварить, как ее систематизировать, как ее правильно использовать. И особенно, что я сразу хочу сказать, что не просто сказать, что мировая организация таможни сделала большую работу, она сделала колоссальную работу. И то, что касается по вопросам управления, сейчас столько прекрасных материалов по управлению персоналом, по управлению изменений. Управлению изменений попробуйте сделать изменения, если вы не подготовитесь как следует к этому, не будете следовать определенным правилам. Изменения пойдут зачастую не совсем туда, где мы не хотим. Управление рисками и так далее, и так далее. Все эти материалы подготовлены фактически в ходе реализации программы Пикард. Значит, видите, что цель это образование профессии таможенник, обеспечение роста карьеры. Почему такая странная цель? Образование профессии таможенника. Имеется ли профессия таможенник или нет? Да, нет? Да. Квалификацию, которую здесь учатся, сколько получают квалификацию таможенника после окончания вуза? Все? Или что получаете? Экономист, юрист, таможенник. Опять, опять то, что я говорил в начале. Мы выглядим гораздо по-другому в сравнении с другими странами. Есть многие места. Юрист, экономист, финансист. И кто только, какие только специальности не называют. В то же время, что такое таможенник? Он и юрист, и финансист, и полицейский, и инженер, и химик, и психолог. И, 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 и. Или с белком, или с фуражкой, или, или прекрасная дама. Что он собой представляет? И это не совсем просто оказалось. Не совсем просто. И когда я опять забегаю вперед, говорю, ну, нам нужно так, как и в Европе. А как и в Европе? У каждого по-своему. У каждого по-своему. Ну, и второе, обеспечение роста карьеры. Ну, и здесь, я тут привожу, какие основные эти рамы, принципы практики роста карьеры. Там пять компонентов и так далее. И приоритетные кластеры. Все эти материалы можно получить в хомпейдж. Насчет, я хочу вернуться к программе Пикарда. Значит, фактически с 2006 года программа действует. Что сделано за этот период? Что сделано? Представьте, что этого всего даже не было. И даже мысли не было. Создана группа советников. Это пять человек. Всемирные организации с тобой. Ну, большое дело. Попробуйте отобрать их. Которые хотят. Которые действительно бесплатно работают и двигают эту идею. Разработаны профессиональные стандарты. Ну, почему? Как мы говорим. Ну, нужно образовать профессию таможенник. Как образовать профессиональный стандарт для всех таможенников мира? Была идея. Ну, конечно. Ну, что, берем таможенник, который стоит на границе. Все делают одну и ту же работу. И делаем, так сказать, его модель. Оказалось, что это не совсем так, не совсем так просто. Потому что, потому что, все-таки, законодательство различается в разных странах. Организация, работа и таможни все-таки отличается. Да и задачи отличаются. Берем, например, таможню Австрии и таможню Туркменистана. Что общего на границе? Я видел, как готовят американских таможенников для работы на мексиканской границе. И знаю, как готовят таможенников в Финляндии или в Швеции. Очень, очень большие расхождения. Если мы смотрим по структуре. У нас есть таможенные организации, которые самостоятельны. У вас таможня самостоятельной, отдельной организации. Рядышком Латвии. Да и еще целый ряд стран в мире. Аналогично нам. Служба госдоходов. Служба госдоходов. Почему служба госдоходов? Я, как это, с использованием подручного материала, как раньше нас учили. Что общего у таможни и налоговой службы? Фискальная функция. Хорошо. Это налоговики, у которых, как сказать, основное это собирать налоги. У таможенников небольшая часть. Опять, небольшая часть это понятие растяжимое. Когда мы с моим коллегой Голбисом руководили таможней, латвийская таможня, это до Евросоюза, мы собирали 72% основного бюджета страны. 72%. Значит, фискальная функция была очень, очень важная. Сегодня 3%, или если учесть этих, ну хорошо, ну там 15-20. Все. Почему? Потому что в таможенной союзе нет внутренних границ. Ну, по этому налогу тут интересно то, что это в Евросоюзе единственный налог, единственный налог, который непосредственно попадает в бюджет Евросоюза. Брюссель – это таможенный налог. Все остальные попадают в бюджеты стран, участник Евросоюза. Потом из этого бюджета 25% возвращается, ну в данном случае, Латвии. О чем это еще говорит? Если кто-то получает 75% дохода, что он будет делать? Контроль, контроль и контроль. То есть, как раз вот деятельность таможни в этом плане очень сильно контролируется. Значит, получается так, что общая вот эта часть. Ну, то, что, или так берем. То есть, фискальная функция. Вопросы контроля, вопросы стимулирования или упрощения международной торговли никто не снимает, но все-таки деньги. Если берем, например, Соединенные Штаты Америки, Homeland Security Department. Что самое важное? Безопасность. Если мы смотрим страны, есть страны, где таможни выполняют функции миграционной полиции, есть где отдельно и так далее. И поэтому мы пошли по другому пути, что профессиональные стандарты все-таки начнем готовить для той специфики, которая общая для всех. И это управление. И, как вы, наверное, все знаете, подготовлены эти профессиональные стандарты Всемирной Таможенной Организации. В 2009 году, в июне месяце, они утверждены Советом, то есть, всеми странами, участницами Всемирной Таможенной Организации. И, по-моему, на тот момент было 176, сейчас 179. В том числе и Россия, в том числе и Евросоюз, как участник. И на основе этих профессиональных стандартов уже идея развития, образования, подготовки и передподготовки таможенных кадров. Значит, разработан был также порядок, в рамках программы ПИКА, порядок аккредитации, или точнее признания соответствия учебных программ Единым программам Всемирной Таможенной Организации. По принципу скромность украшает человека. Значит, первые три вуза, которые, вернее, три вуза, программы которых были признаны Мировой Организацией Таможней, были Рыжский технический университет, не потому что я здесь стою, а потому что действительно нам первым вручили. Канберский университет Австралия и Мюнстерский университет Германия. Причем у нас и бакалаврская магистрская программа, Мюнстерский университет магистрская программа, Канбер, там, по-моему, программа магистров и целый ряд, ну, не аккредитованных, как вузовские дипломы, ну, дипломы, сертификаты. Ну, есть и дипломы. Далее, далее, были еще аккредитованы программы двух вузов, это ваши коллеги ИТМО, Санкт-Петербург и Коста-Рикский университет. Ну, Коста-Рика маленькая страна, университет 25 тысяч студентов, так что и плюс они дистанционное обучение для потоможенников, организуют и на другие латиноамериканские страны, где говорят на испанском языке и так далее. Далее, мы тогда создали такую организацию, INCU, International Network of Customs Universities, это фактически было пять человек, мы, которые создали эту организацию, это было как, ну, как нетворк, как сеть, информационная сеть, то есть, просто мы старались выяснить, кто же в мире занимается вопросом подготовки, переподготовки таможенников. И сегодня я могу сказать, что нет такого континента, где мы этим не занимались. И в Китае очень хорошо известный шанхайский таможенный колледж, это в Индии, это в Вьетнаме, это, ну, практически везде, нужно сейчас географию перечислять буду. И фактически то, что, ну, была задача этой организации, мы сделали. Сейчас эта организация реорганизована, она в какой-то мере, ну, имеет сейчас другой статус, ну, то есть, она наравне всеми другими остальными организациями, которые имеют, так называемый, Меморандум of Understanding с мировой организацией таможни, которые кооперируются по развитию этой системы. Но еще раз хочу подчеркнуть, что значение этой организации, особенно в первый период становления таможенного образования, было очень большим. Было также образовано и сегодня издается два журнала. Один это World Customs Journal, который издает совместно Мюнстерский университет и Канбергский университет. И второе это Customs Scientific Journal. Ну, коллеги некоторые, наверное, знают, думаю, что и участвуют в работе этого журнала. Можно сказать, это журнал Всемирной Организации Таможни для Европейского региона. И центр находится у наших коллег Украинской Таможенной Академии. Я точно знаю, что состав редакционного совета ходит и проректор по науке Российской Таможенной Академии. Ну, одним словом, все мы там. И когда два месяца тому назад в Петербурге была уже восьмая конференция Пикард, мы тогда после этой конференции договорились о том, что будем стараться, чтобы этот журнал поднять, поднять его статус цитируемости, то есть, чтобы он попал либо ЭПСКО, либо СКОПУС, либо... Проблема в чем? Если мы говорим о развитии таможенной науки, если мы хотим, и что мы и делаем, реально развиваем обучение таможенников в университетах, академиях, то, значит, и должны быть научные исследования. Если есть научные исследования, то есть научные степени, в том числе докторские диссертации и так далее. И проблема в том, что нужно публиковаться. А публикации требуется на соответствующем уровне. Ну, тогда одно из двух, либо мы идем к экономистам, финансистам, юристам, пожалуйста, публикуйте наши работы. А если мы договорились, что таможенник – это профессия, то, наверное, и надо думать о том, где таможенникам действительно публиковать свои научные исследования. И то, что Владимир Александрович здесь говорил, он, кстати, выдвинул, по-моему, первый выдвинул, сейчас скажу, позапрошлом году в Женеве, позапрошлом году в Женеве, Петербург, Марокко в Женеве. Он так с большой трибуной перед всем миром, пора создавать интеллектуальную таможню. Ну, смотрю его статью сейчас по Академии вашей местной газете. Вопрос интеллектуальной таможни уже развивается. Так что журнал – это очень-очень серьезно, и только то, что это можно делать общими силами. Но это все опять с нуля, два мировых журнала уже. Далее проведены исследования Еврокомиссии, так, суд. Я поэтому сейчас не буду говорить чуть позже, это очень специфический вопрос, это новое дело. Проведено 8 международных конференций Пикард. Ну, честь и слава питерцам, потому что первый раз было стран-участниц 75, и если память не изменяет, 230 участников из 75 стран мира. Значит, есть необходимость, есть организация и развитие 2006-2013 год. Так что мы на правильном пути. Во всемирной таможенной организации организовано сейчас специальное структурное подразделение научное, которое уже начнет координировать нашу деятельность. И, конечно, разработано очень много материалов, которые можно использовать под разным названием дистанционное обучение и лернинги, как угодно. Еще раз повторяю, материалов очень-очень много. Вам преимущество по сравнению с нами, с нашим коллегой, потому что вы большая страна, очень много таможенников, десятки тысяч по сравнению с нашей тысячой. Нам, как бы странно ни звучало, проще самим обучать по многим вопросам, это гораздо дешевле, быстрее, чем переводить с английский на латышский весь этот обширный материал. Тут никаких средств не хватит, тем более, что материал надо обновлять. Ну, к великому сожалению, не все таможенники у нас владеют английскими, но они как-то на латвийско-российской, латвийско-белорусской границе как-то без английского обходятся. Так что еще такая проблема. И 3 мая 2012 года на третьей сессии по развитию капацитета, капацитный билдинг-директорат, был дан мандат разработки стратегического документа по развитию программы ПИКАРД. И такая программа ПИКАРД 2020 была разработана и в феврале 2013 года была утверждена. Ну, она основывается на два пилара, на академическое научное исследование и обеспечение профессионализма. Опять не буду пересказывать содержание документа. Но все-таки мне кажется, что есть, ну, кто это не сделал, есть необходимость, есть смысл внимательно почитать этот документ. Мне, например, кроме всего прочего, что там очень хорошо сделано, там есть одно интересное предложение, что рекомендуется ВУЗам, которые осуществляют подготовку экономических кадров, вводить специальный курс по таможне. Я не знаю, может быть, в России так делается. Но, в принципе, когда мы говорим о развитии бизнеса, навряд ли мы можем представить сегодня более-менее нормальное предприятие, которое не имеет представления, чем занимается таможня, как оформлять документы. Конечно, можно пользоваться таможенным условием, таможенных брокеров и операторов и так далее. Наверное, есть в этом необходимость. Потому что, когда мы говорим о таможенном образовании, это не только подготовка таможенников, это и подготовка таможенных клиентов. И если можно так сказать, закон один, но трактовка закона может быть, каждый может трактовать иногда по-разному. И лучше с этим разобраться во время подготовки и переподготовки таможенников и таможенных клиентов, чем разбираться это на границе. Ты прав, я прав, ты дура, ты дура. В результате, если коммунальная кухня просто из-за непонимания, из-за незнания, это обходится очень дорого и государству, и предпринимателям. Мы в свое время это поняли на собственной шкуре, и мы вводили систему подготовки таможенных декларантов, потом таможенных брокеров. Мы тогда вводили такую систему, может быть, я не знаю, в России была, не была, а Сакуда. Ну, одним словом, систему и предприниматели, у которых бизнес был, заполнение таможенных документов, допускали ошибки. А там организация контроля или организация прохождения документов при Ассекуде отличалась существенно от предыдущего порядка. Предыдущий порядок тогда был, идет таможенник, берет бумаги, идет к машине, там стучит ногой по колесу и растормаживает. Здесь был, так называемый, конвейерный принцип, несколько таможенников, каждый выполняет свою операцию. Потом оказалось, что проходит какое-то время, бумаги возвращаются от номера 2. Ну, клиент, конечно, страшно недовольный. Ну, да, вот эти таможенники, они такие, знаете, какие таможенники, ну, с таким карманом. Ну, что, он там поправляет, что неправильно отдает. Бумага идет дальше, до номера 3 или 4 возвращается обратно. Это таможня. Причем тут таможня? Это не образованность, плохая подготовка тех людей, которые делают на этом бизнес, порочат таможню, что они нечестные и все прочее. И клиент этому верит, он наносит ущерб клиенту, а проблема в чем? Проблема в том, что он не ученник. И мы вели довольно строгий порядок по их подготовке, по аккредитации и пересертификации, пересертификации. И просто было сказано, мы сейчас имеем возможность анализировать ошибки. У тех, у кого будет много ошибок, мы просто лишаем лицензии, на границе работать не будете. Все, точка. Очень демократическим способом. перестали ругать таможню. Все рады, когда отменили порядок обязательной сертификации декларантов, через несколько месяцев шум. Так вы что, почему нас не учите? Ну вы же добились, чтобы это отменить. Так нам же нужно, мы же не можем бизнесом заниматься. Слава тебе, Господи, наконец-то люди поняли, что первая основа для хорошего бизнеса это знание. Я немножко горд даже, потому что, когда человек понимает, что ему это нужно, тогда это работает. Ну если говорим, эти два пилера, какие элементы? Седьмой. Обратно, да, ну вот, нижняя, значит, профессиональные стандарты, стратегический менеджмент трудовых ресурсов, лидерство и развитие управления, ориентированные на рост карьеры, и таможенное образование, обучение, и также профессиональные квалификации. Опять, мировая организация и таможни по всем этим вопросам подготовила прекрасный материал, который можно и нужно использовать в учебном процессе. Я еще раз говорю, проблема, ну, в том, что не, не хватает, а просто как со всем этим объемом справиться. Но если мы за этим следим, значит, мы можем быть спокойны, что все-таки мы идем ногу с развитием системы в целом мире. Дальше, главные цели формирования таможенного образования, я уже немножко коснулся, это и обеспечить государственный сектор, и обеспечить частный сектор. То есть, вопрос подготовки и таможенников, и нетаможенников, то есть, таможенных брокеров, и так далее, и так далее. Очень интересный, наглядный пример был в Китае, в Шанхайском таможенном колледже, там, ну, когда я был там несколько лет тому назад, там было за тысячи студентов, молодые, прекрасные ребята стоят на плацу в военных формах, там маршируют в 6 часов утра, и я смотрю, а почему вы так дискриминация? У одной части есть пилотки, а другой нет. А тех пилотков гордо отвечают, а мы будем таможенниками, они на частном секторе будут таможенные брокеры, то есть брокерам не дают пилотки. Опять же, то же самое, это идеология, рядом ты учишь и таможенника, и клиента, значит, народное хозяйство выиграет потом, уже на границе, и процессе подготовки документов, и так далее. Я неспроста повторяю по несколько раз, это время, это очень большие деньги. Есть второе, это обеспечить долгосрочное обучение. Я позволю себе на этом вопросе остановиться чуть-чуть позже, вы поймете почему. Дальше. Когда мы говорим о таможенном образовании, в мире очень большое разнообразие, но в целом, наверное, так, немножко утрируя, можно сказать, что есть две модели. И одна модель это таможенной академии, просьба не путать с таможенными академиями России, Украины, Узбекистана, Китая. Это академии, которые называются академиями, которые выдают дипломы, которые являются дипломами до тех пор, пока работаете в системе таможни. как вы уходите или вас уходят, ваш диплом превращается просто в сертификат. Почему? Потому, что он не аккредитован как вузовский диплом. И когда мы говорим об аккредитации или признании наших учебных программ мировой организации таможни, это признание, что содержание учебной программы профессионально соответствует требованиям. Но ничего общего эта аккредитация не имеет с признанием нашей программы как соответствующей международным правилам вузовского, предъявляемого к вузовскому образованию. То есть аккредитация вузовских дипломов происходит совершенно по другим правилам. Значит, по первой модели это таможенные академии, таможенные колледжи, это учебные центры, это курсы и так далее, и так далее. Как осуществляется в большинстве странах, в частности странах Западной Европы, Соединенных Штатов, принимается на работу, ну, у кого имеется, у кого не имеется система требований кадрам, я покажу уже поясом, что известный треугольник, на каком уровне, какой уровень образования требуется, подчеркиваю, уровень образования, то ли колледж, то ли бакалавр, то ли магистр, то ли доктор, но мало где говорится о том, что какая специальность, и еще меньше, где специальность по таможне, и принимается, значит, люди, допустим, с высшим образованием, и потом, что надо делать, следующее, возьмите, что делается, я позволю подойти, ушел с экрана, есть профессиональные стандарты для образования, для различных профессий, инженер, врач, архитектор, финансист, юрист, и так далее, он получает свою специальность по учебной программе, которая соответствует этой профессии, то есть для таможни с одной профессии такая часть его знаний, для другой специальности с той и по третьей может быть больше, если же вы подготавливаете таможенника в соответствии пусть быть с национальным профессиональным стандартом таможенника, значит по идее его знания должны быть в соответствии с требованиями этого профессионального стандарта. И что получается у нас? У нас получается то, что тот человек, который прекраснейший специалист в своей области, должен получить дополнительные знания дополнительные значит либо это двухнедельные курсы что по сути в многих странах так, что по сути дела очень мало что дает три недели месяц три месяца десять месяцев год два года то есть происходит доучивание теперь если наш специалист выпускник наш выпускник сейчас немножко похвалим себя он должен работать на конкретном рабочем месте его достаточно обучать я не знаю день три дня неделю и он готов для работы в конкретном рабочем месте дальше нужно провести рот произвести ротацию краткосрочный курс и он готов если мы берем этих специалистов пусть они самые умные и так далее базовая подготовка если он здесь все это дополнил эти два три года это можно им колледж в медиакадемии без диплом прекрасно а если нет если краткосрочные курсы то здесь большой вопрос вительный знак остался значит мы должны тратить на его переподготовку значительно больше времени каждый раз причем и тратить гораздо больше денег то есть в долгосрочном периоде это существенно уже различаются и расходы и качество или мы имеем дело с таможенником который получил профессиональное образование вузе или это специалист из другой области который доучился на курсах можно не согласиться с этим но мое личное мнение такое и вторая модель это значит университеты и таможенные академии которые приравнены к вузам или которые имеются которые являются вузами и нет никаких проблем такая ситуация в Польше на Украине как говорил Китай Россия в Эстонии это национальная академия национальной безопасности готовить таможенника это тоже вуз в Риге это университет в Литве это Вильнюсский юридический университет имени Римейриса то есть это вузовское образование по сравнению с очень многими другими странами где это нет мы берем мне было ну как выразиться мне было очень приятно слушать выступления представителя Франции в Петербурге когда она ну действительно таким энтузиазмом рассказывала о том что Франция делает для того чтобы таможенников готовить на университетском уровне но у меня память другое года 4-5 тому назад мы с коллегой были во Франции прекраснейшие таможенный колледж таможенной академии расположены в 4-х местах во Франции это мы были под ну недалеко от французской газеты это границы извините запамятовал название места военный городок две телевизионные студии с таким полом это двухэтажные коттеджи для преподавателей это прекраснейшие библиотеки техническое оснащение и так далее просто смотришь и вот это да вот это да но диплом то не вузовский и мы мы задали вопрос ну а как ну как вы думаете насчет что диплом получили а зачем нет нам не надо и через 4-5 лет я в Питере слушаю что они делают для того чтобы привлечь университеты и если я так правильно помню она говорит университеты не очень хочет с нами и что мы делаем мы по отдельным курсам направляем в университет чтобы они слушали этот курс Франция признает что нужно университетское образование начинать для таможенников бинго что я могу сказать так так что все таки если мы делаем шаг назад там 7-8 лет тому назад когда я чувствовал себя немножко как кустар одиночка со своим университетом то сегодня мы так сказать признано в мире что университетах и таможенных академиях с вузовским дипломом это правильное направление и могу назвать целый ряд университетов в том числе и в Латинской Америке и так далее и так далее которые действительно в Испании которые прекрасно готовят таможенников на вузовском уровне и если мы возвращаемся опять к идее об этих стандартах а что дает что этот стандарт если это стандарт то значит что наши учебные программы по крайней мере на 80% будет включать вопросы которые общие для всех таможенников мира это значит что мы можем с нашими коллегами в Питере Москве Мюнстере в любом месте мы можем говорить так слушай делаем обмен студентами то ли темпус то ли какая-то другая программа наши хозяева подготовили прекрасную книгу первый учебник по таможне в условиях нового таможенного союза мы разговариваем о том что это мы уже у себя тоже будем пользоваться этим учебником в то же время мы говорим о том что в следующем том дополнении значит надо делать уже по Евросоюзу и можно и чтобы можно было использовать здесь чтобы это можно было использовать у нас нам на границе нужно чтобы мы чтобы таможня понимала не только клиентов и клиент понимал таможню но и чтобы две таможни понимали друг друга чтобы бизнесмены таможенные брокеры и так далее чтобы они понимали друг друга а понятие идет через что через знания и речь идет не только о подготовке но и переподготовки о повышении квалификации, где если вот этот человечек, этот таможенник, он выглядит более-менее с одинаковым содержанием, это значит, что нам легко кооперироваться, и мы друг друга понимаем с полуслова, что ему нужно, что мы можем дать, что вы можете дать, что мы можем позаимствовать друг у друга. И такой, может быть, такой, может не совсем типичный пример. Во Средней Азии, в пяти странах Средней Азии, там, ну, целый ряд программ по развитию вопросов таможни, пограничников и так далее. И, ну, мы тут участвуем тут в течение нескольких лет вот в этой работе. И пять стран Центральной Азии, сами, не мы, они подготовили единую программу базовой подготовки таможенников. Пять стран Центральной Азии подготовили единую программу базовой подготовки. Это было не так просто. Вначале каждый сидел, смотрел на другого. Сегодня мы тут присутствуем, они сами делают. Сейчас проводится под громким названием пилотный проект, то есть проводится апробация этой программы во всех пяти странах. Две недели тому назад мы сорганизовали для представителей таможни этих пяти стран, ну, которые занимаются подготовкой таможенников, так называемый стадий тур, стадий визит в Финляндию. Они были и на вашей границе здесь, в таможенных пунктах и так далее, в том числе ознакомились, как финны осуществляют подготовку таможенных кадров. и о чем они договорились. Так, нам присылают этих экспертов там с Европы, а нам по сути дела, слушай, нам это не нужно. Вот у вас прекрасный специалист в этой области, а у нас вот этот. И они предлагают своих экспертов, которые могут помочь обучению, то есть при подготовке таможенников во всех пяти странах. К этому добавить действительно там этого одного, двух и сколько европейских экспертов, и в результате они уже сами все делают. А это по сути дело то, что надо. Потому что самый умный эксперт, который приедет, я не знаю откуда, он никогда не будет знать все нюансы местной жизни. Поэтому все-таки лучше не получать как помощь рыбу, а лучше удочку и научиться самим ловить рыбу. А это опять что? Это опять обучение. А если известно, что учить, как учить, тогда это получается довольно легко. Для тех, которые не знают, я немножко хочу рассказать о том, как у нас организована подготовка таможенников. Фактически что нам нужно? Нам нужен профессиональный стандарт мировой организации таможни, учесть в содержании, нам нужен наш национальный профессиональный стандарт. Кроме этого, мы должны какие-то международные требования к аккредитации вузовских программ и по сути дела на этом делать и свою учебную программу. Как я говорил, мы начали подготовку поможенников с февраля 1994 года и у нас система такая, что у нас есть уровень колледж или так называемый первый уровень высшего образования. Это достаточно для того, чтобы таможенник имел право занимать место государственного служащего в соответствии законам гражданской службы Латвии. Плюс это два года, плюс два года это профессиональный магистр или же прямо со средней школы на 4 года профессиональный магистр, причем в колледже он получает квалификацию таможенный эксперт или налоговой инспектор, в бакалавре он получает руководитель структурного подразделения таможни или налоговый экономист, а структурное руководитель структурного подразделения это соответствует требованиям мировой организации таможни для так называемых операционного менеджмента, для бакалаврских программ. Дальше идет профессиональный магистр, если это наш выпускник полтора года, если он приходит со стороны либо юрист, экономист и так далее и два с половиной года, потому что он не имеет знания, специальные знания в области науки, таможенник, который мы даем ему дополнительно в течение одного года и после этого идет докторантура и докторантура не только на бумаге и на реально в деле. И можно следующее. Ну вот тут что мы в результате подготовки что мы даем. Производится на следующей схеме видно, что мы проводим специализацию значит и по таможне и по налогам, причем в обоих случаях и для структурных подразделений службы госдоходов и для частного сектора. Что наверное я думаю что у вас аналогично у нас довольно большое место отводится вопросам практики студентов и если берем бакалаврскую программу то у нас 6 месяцев практика причем как правило в структурных подразделениях службы госдоходов если у кого есть специальное желание то это может быть и в частных бизнес структурах опять забегая вперед мы несмотря на то что у нас сегодня на кафедре на кафедре у нас 800 студентов в целом за этот период мы у меня было так сказать возможность 5000 раз пожать руку выдавая дипломы выпускникам 800 студентов это достаточно серьезно для такой специальности и тем не менее мы не можем удовлетворить потребности службы госдоходов по очень простой причине наших выпускников перекупают частный бизнес потому что государственная служба зарплата такая ответственность такая чем ножницы больше тем меньше желания идти туда работать и поэтому сейчас проводится у нас работа для того чтобы и бюджетные места были предназначены выделены для будущих работников службы госдоходов по возврату чтобы аннулировались и погашались кредиты которые студенты взяли во время обучения и так далее говорит ну государство у вас спонсирует или дает много бюджетных мест ничего подобного грубо из 800 студентов 100 бюджетных мест все остальные идут конкурс позапрошлом году у нас было 15 бюджетных мест и сколько было заявок 600 800 с чем-то заявок на 15 мест так что мы среди 850 программ позапрошлом году были на третьем месте в Латвии между 850 программ в этом году как-то сдали то ли на четвертом то ли на пятом так что популярность высокая на бюджетных местах конкурс очень большой а это значит чисто по организации работы у нас получается что группа студентов ну примерно 100 человек у нас дневная группа ну чуть больше что группа может разделяется на две части одна очень очень сильная которая выдержала страшнейший конкурс и другая часть которая платежеспособная так и поэтому вот мы как раз вчера по моему вечером мы как раз разговаривали коллега айвардс жаловался он говорит да ну вот ну есть вот эти умники ну они так изматывают они все время хотят знать и то и то а остальная часть сидит но я от этих получаю гораздо больше удовольствия потому что они ну заставляют и меня подтягиваться и так далее и так далее но это так наверное у вас похоже наверное у вас похоже по повышению квалификации наш небольшой скромный трудовой коллектив занимается также и повышением квалификации и работников службы госдоходов и налоговиков и таможенников и конечно предпринимателей таможенных брокеров декларантов и судей и полиции и так далее в этом году мы осуществили подготовку тысяча восемь вернее на рождество будет тысяча восемьсот человек это не так уж мало и тогда возникает вопрос а зачем вам это надо и пожалуйста следующий айвар на окошу получается такая интересная вещь у нас создана своя внутренняя система информационная система технического университета которая называется Ортус значит там все начиная от учебной программы и все про нас то есть про преподаватели плюс все что необходимо для учебного процесса все методические материалы расписания и так далее и так далее даже учебники помогательная литература все задания и так далее и так далее и что мы что мы сделали мы взяли и все то что делается что что мы учим по таможне мы разделили на кирпичики и даже до сент Гулбис вместе с другим коллегой написали основы таможенного дела ну получила страница там 300 почти 400 страниц которые по каждой теме 3 страницы 4 страницы ну что там но там же ничего 3-4 страницы что мы сделали все то что мы даем мы разделили на кирпичики выяснили не потеряли ли мы что-то не забыли ли мы что-то потому что нет рецептов как это делали и другое не не дублируется ли проблема мы знаем когда ну обычно когда готовили экономистов одни и те же вопросы по экономике промышленности или строительства по организации по планированию по управлению и когда тебе третий или четвертый раз рассказывают то же самое но каждый по-своему ты уже подожди ребята но ведь возьмите по процедурам вы можете это давать как юридический предмет вы можете дать в организации и так далее и так далее а наша задача из кирпичиков их не класть в кучу а из него сделать прекрасную стену даже если можно с орнаментами тогда у нас эти кирпичики и у нас эти кирпичики теперь имеются мы знаем что в каждом кирпичике внутри и чем он кушает что нам нужно подготовить и так далее и есть другое повышение квалификации когда к нам приходит ну допустим таможенник на переподготовку ну например вводится новой информационной системой по экспорту или по импорту товаров или по анализу риска ну и так далее мы приглашаем конечно и специалистов из таможни или из зарубежа этот преподаватель который является к нам он материал нам представляет в электронном виде и у меня другой карманчик уже не общеуниверситетский а мой моя шкатулочка под под кроватью с большим замком чтобы никто другой туда не влез и у меня здесь новейшая информация не только о том что делается сегодня по каждому кирпичику а то что будет завтра и может быть и послезавтра и если я своему студенту даю допуск когда изучаю соответствующий этот предмет даю допуск сюда и сюда значит он фактически получает новейшую информацию ту же самую что получает поможение и другое в соответствии с нашим законодательством мы имеем право выдавать сертификат который подтверждает что этот кирпичик эти курсы которые он получил при прохождении повышения квалификации если они соответствуют частично или какая-то часть соответствует нашим требованиям к учебной программе студентов то мы можем засчитать ему как будто он изучал этот предмет или часть предмета то есть допустим предмет 2 или 3 или 4 кредитных пункта мы за окончание этого курса ему даем 0.5 и он уже имеет свою копилочку куда он может сложить то что он накапливает во время обучения я могу ему дать допуск к информационной системе которая здесь по соответствующим кирпичикам и получается что те которые работают идет о повышении квалификации и студенты которые получают академическое и профессиональное образование имеют доступ к новейшим материалам которые таможня и в результате получается единообразная подготовка соответствует требованиям сегодняшнего дня плюс добавляем 6 месяцев практики и все-таки этот выпускник ну по крайней мере лучше подготовлен чем он сидит в аудитарии слушает академические так сказать традиционные предметы и когда мы говорим о системе lifelong educational систем то мне кажется что это тоже может быть как часть что ты в течение всей жизни учишься и ну и умнеешь и потом соответственно это даешь отдачу народного хозяйства важный вопрос это оценки качества подготовки ну не вдаваясь подробностей опять каждом вузе есть своя система ну там аккотирование студентов аккотирование выпускников работодателей ну и так далее и так далее мы стараемся это проводить неформально и как мне вчера тут студенты задали вопрос ну и что вы что если студенты недовольны преподавателем ответ простой мы меняем мы меняем либо они могут идти читать другим по крайней мере к моим студентам они не приходят либо мы прощаемся так что тут дальше конечно это аккредитация что может быть интересного мы уже 7 лет наша специальность не находится в сфере социальной науки мы в область внутренней безопасности гражданской обороны и это дает нам и некоторые преимущества по финансированию и в то же время аккредитация которая у нас все время проводилась по учебным программам в данном случае у меня для администрирования таможни и налогов колледж бакалавр магистр сегодня я и директор этого направления где входят еще несколько других программ включая в том числе пожарники и некоторые другие и в результате вот буквально два часа тому назад получил радостную информацию что эксперт который ознакомился с этим нашим докладом который вместе с приложениями занял 700 страниц 700 страниц что из 100 возможных пунктов мы получили 96 но вообще конечно приятно но это не аккредитация программы это аккредитация направления единственное что утешает что мои коллеги которые занимаются предпринимательской деятельностью у них доклад вместе с приложением составил 1100 страниц так что все-таки все-таки приятно что у соседей еще труднее так что бюрократия делает свою работу не поклоня рук так дальше что является опять новым все большее значение имеет регионализация то есть сотрудничестве в регионе и то что я тут похвастался той работой которую делали коллеги из пяти стран Центральной Азии то же самое и необходимо нам делать по кооперированию и другом региональном аспекте хотя бы опять возвращаясь предложение профессора Шамаха о том чтобы здесь создать научный центр научный кластер для региона и так далее Евросоюз три года тому назад начал серьезно заниматься этими вопросами я надеюсь что через пару лет можно будет сказать что ну у нас в Европе система такая до сих пор системы единой нет французы если хотите я могу я думаю почти про каждую страну я могу рассказать какая система как это действует она разная значит три года тому назад была создана рабочая группа мы входили в состав этой рабочей группы идея была начать подготовку разработку единой учебной программы для уровня магистра для всего Евросоюза потому что потому что Евросоюз имеет общую границу общий таможенный кодекс значит и требования к таможенникам должны быть одинаковые ну и решили что надо начинать с магистров причем что наверное просто надо моим понятием надо просто вспомнить что и в мире и в Евросоюзе идет тенденция на то что таможенник должен понять предпринимателя предприниматель должен понимать таможенника что должен быть курс на упрощение международной торговли на ускорение товарооборота на ускорение на сокращение время пересечения границ и так далее это действительно ну не хочу сказать конек это действительно такое очень важное направление и когда хотели делать эту первую программу хотели одновременно и заложить еще этот вопрос но я не думаю что это так легко можно решить и даже сегодня не знаю как можно сделать там эту программу которая решила бы все проблемы могу сразу забегая вперед сказать что с этой идеей ничего хорошего не получилось мы были тоже одними из виновников которые не соглашались с тем как это разрабатывал в то же время мы конечно получили положительный опыт как это делается реальности Нидерланд Нидерландах одна из учебных заведений взяла свою программу которая ну якобы более или менее соответствует требованиям и немножко таможне моем понятии она очень сильно ориентирована для бизнесменов я не могу стопроцентно ручаться поскольку мне только устная информация что стоимость этого обучения 100 тысяч евро за год ну 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 по крайней мере эта группа укомплектована занятия проводятся как они справятся с этим ну будет конечно положительный опыт и Евросоюз решил пойти по другому пути то что у нас была идея в самом начале мировой организации таможни начинать обучать таможенника который стоит на границе но оказалось невозможно сделать общий стандарт для этого таможенника потому что как мы говорили есть разница Афганистан Австрия мексиканская граница Швейцария и поэтому а в Евросоюзе все-таки это очень очень схожие и поэтому Еврокомиссия точнее так суд это директорат который занимается вопросами налогов и таможни они создали рабочую группу и была проведена такая работа по разработке фреймворка в кастом компетенции то есть ну рамы таможенных компетенций попробовали разобраться что какими же компетенциями должен владеть таможенник айвард на кушу значит первое это основные принципы таможни посмотрите что стоит в самом центре служба общества служба общества акцент на безопасности и защиту высокое качество оперативности то что мы говорили единый подход профессиональная этика и честность высокое качество непрерывное повышение квалификации и обучение следующий профессиональные компетенции ну я думаю что нет смысл не все читать я отдам в электронном виде уважаемым коллегам и если если кто хочет наверное у Сергея может спросить и получить но если что-то пригодится ну хорошо далее оперативные компетенции и управленческие компетенции кстати этот материал это исследование тоже в интернете тоже можно с ним ознакомиться и что я хочу подчеркнуть что введение написано что это делалось для Евросоюза но этот подход может быть использован и всеми другими странами мира на этом конечно не работ это первый этап следующий будет подготовлено 70 профилей это не знаю работы таможенника то есть получит получается фактически тот же принцип который мы у себя ну так кустарным способом закладываем кирпичики и и тогда и мысль такова не что это обязаны вы точно таким образом применять это как рамы которые вы будете вкладывать то есть мы будем вкладывать свое содержание но опять целом будет не как по мировым по стандартам мировой организации таможни где примерно 80% общего я думаю что здесь будет 90 или 95 общего то есть получается попробую следующий что получается что есть единые требования Евросоюза что можно сделать общие стандарты таможенников для Евросоюза в соответствии с этими уточнять стандарты национальные потому что может быть национальные тут различия по 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 мировым обшим программам для магистров Евросоюза и может быть и для колледжа и соответственно национальные то есть действительно закладывается фундамент создания единой системы и если методически это можно использовать и другими использовать другие страны это значит что это фактически получается дальнейшее углубление развития профессиональных стандартов мировой организации таможни потому что айвар накошу потому что и европейские эти стандарты будут в основу закладывать и закладывать требования профессиональных стандартов мировой организации таможни и что же получается профессиональный стандарт мировой организации таможни профессиональный стандарт Региональный, а извините, таможенного союза, возможно, закон-то один и тот же, и может быть с учетом национальных особенностей и более тесное кооперирование по единообразному или схожему подготовке таможенников. Это значит, что таможенная семья в мире друг друга будет лучше понимать и отсюда и безопасность повысится, отсюда и развитие международной торговли и, конечно, в счете, конечно, это отразится на бюджет страны. Извините, коротко. Спасибо за внимание.